Здравствуйте! В эфире новости АТН в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главных темах выпуска. Провести качественную реанимационную и инфекционную терапию захода медичной в умовах сечевого изолятора невозможно. И запуска сердца протягом поднимет трех минут, если не дать такую помощь, может привести до детального выпадка. Защита Александровской настаивает, экс-нардеп себя плохо чувствует, а то потому за решеткой ей не место. Прокуратуру эти аргументы не убеждают. Какое решение принял суд? Представьте, какая была сила удара, что этот кусок очень качественной немецкой пластмассы отлетел от удара от человека. Смертельная ДТП в Чугуеве. Элитная иномарка на пешеходном переходе сбила 27-летнего военного летчика. Друзья погибшего опасаются, что виновник аварии избежит наказания. Фискальной службой и прокуратурой ведется расследование, что до выявления незаконно, до осіб, которые незаконно обрабляют эту земельную делянку. Я надеюсь, что тот доход, а это приблизительно будет где-то 40 тысяч гривен, он подойдет до местного бюджета. Бесхозная пшеница на Харьковщине. В селе Андреевка Кигичевского района обнаружили 4 гектара земли, урожай с которой оказался ничейным. А теперь подробнее. Сегодня в Киевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Аллы Александровской. Сторона защиты подала ряд ходатайств и попросила изменить меру пресечения, мотивируя свое прошение тем, что Александровская плохо себя чувствует. С того момента, как ее взяли под стражу, у коммунистки открылся целый ряд серьезных заболеваний и без надлежащего лечения, у подозреваемой может остановиться сердце. Судья 2,5 часа провела в совещательной комнате и вынесла решение. Адвокаты Аллы Александровской на суде подали ходатайство и просили суд изменить меру пресечения. Вместо содержания под стражей домашний арест с 22 часов вечера и до 6 утра, либо взять ее на поруки. Защитники утверждают, что в СИЗО не соблюдаются права их подзащитной. У нее целый ряд тяжелых заболеваний – ишемия, гипертония, аритмия и сердечная недостаточность. Ей просто необходим всесторонний уход и прохождение медицинского обследования, которое до сих пор не сделано. А врач Александровской считает, что ситуация критическая и может закончиться плачевно. Сгибно донантной информации с личным изолятором, что до наявных в распоряжении обладания и лекарей провести качественную ременциальную и интенсивную терапию, заходы медичные в условиях с личным изолятором неможливо. И остановка сердца протягом 1-3 минуты, если не дать такую помощь, может привести до летального випадка. Это означает лекарь на городе. Сама же экскомунистка Александровская утверждает, что стала чувствовать себя плохо еще до задержания и хотела лечь на обследование, но не успела. Поэтому меня волнует этот вопрос. Я хочу доказать свою невиновность, а для этого, извините, мне нужно здоровье. Поэтому я хочу быть уверена, что со мной ничего не произойдет, и у меня достаточно будет сил, чтобы я смогла все-таки пройти все необходимые процедуры вплоть до суда и доказать свою невиновность. Прокуратура же выводы врача, которого наняла семья Александровской, посчитала сомнительными и попросила допросить ее. Судья не посчитала нужным слушать врача, заявив, что достаточно письменного вывода. Ходатайством от прокуратуры было проведение судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Аллы Александровской. Представители обвинения также подали ходатайство оставить меру пресечения прежней, так как считают, что решения двух судов, первая инстанция апелляционного суда, были законными. Судья удалилась в совещательную комнату, через два с половиной часа огласила свое решение. Керуючись статьями 1721 КПК Украины, следственный суд ополицы доволен и клопотание защитника Пастернака Александра Геннадьевича в криминальном проведении 147 от 18.6.16 про измену запобежного захода, обранная відносно підозрюю Александровской Аллы Александровны, відмовити. Увала, скаржение не подлягає, заперечення проти ней может быть подано під час подготовчивого проведения в суде. Так как определение суда нельзя обжаловать, в апелляционном порядке защитники Александровской намерены в ближайшие дни подать в Европейский суд по правам человека заявление о нарушении права на свободу и надлежащие условия содержания. Наталья Белокудрия, Андрей Домовое, агентство телевидения Новости. Смертельное ДТП в центре Харькова. Краз сбил человека на Сумской. Удар грузовика размозжил покойному голову. Мужчина в лютах в синей футболке, промокший от пота, нервно курит сигарету за сигаретой. Это водитель Краза. За Кразом лежит безжизненное тело с проломанной головой и вытекшим на землю содержимым черепной коробки. Извините, а можете расставить? Как ехали? Как получилось? Ничего не расставило. Немы для интервью на камеру и полицейские. Обычные прохожие, ставшие свидетелями жуткого ДТП, поспешили покинуть это зловещее место в самом центре города. Авария произошла в начале улицы Сумской у пешеходного перехода, ведущего к станции метро «Исторический музей». Крежет тормозов двойной и все, как бы, больше я ничего не слышал. То есть, ну, информация ноль, то есть я вот в метро находился, услышал двойной скрежет. То есть все, вышел, увидел. Краз предположительно зацепил пешехода, решившего переходить улицу, своим бортом, после чего переехал задними колесами. Полиция начала расследование, помочь которому может видео с камер, установленных на близлежащих зданиях. Виталий Лапскир, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости». А в Чугуеве «Мерседес» сбил 27-летнего летчика воинской части. От удара мужчину отбросило на сотню метров. От полученных травм он скончался на месте. На месте аварии собрались друзья погибшего. Переживают, что виновник аварии избежит наказания, ведь авто элитного класса принадлежит местному бизнесмену, владельцу сети АЗС. Представьте, какая была сила удара, чтобы этот кусок очень, очень качественной немецкой пластмассы отлетел от удара общего человека. На месте аварии друзья 27-летнего летчика Чугуевской военной части. Накануне около 9 часов вечера на пешеходном переходе его сбил автомобиль «Мерседес». От удара тело отбросило на сотню метров. Мужчина погиб мгновенно. Выходил на пробежку. Он обычно по вечерам всегда бегал. В этот раз ему пробежка не удалась. Перебегал через зебру и случилось дитя. Водитель летел на большой скорости и даже не пытался затормозить, уверены военные. Об этом говорят следы от краски, которые остались на колесах. Обломки автомобиля разлетелись на сотню метров. Тормозного следа не было, так как на машине есть АБС хорошо предусмотрено. И был след от зебры на колесах. На левом и на правом колесе был след от зебры. То есть, когда АБС срабатывает, следа такой черной полосы нету, но упор на зебру. И вот эти следы остались на колесах белого цвета. Кто был за рулем, военные не видели. Когда прибыли на место, аварии водителя уже не было. Но узнали, а кто. Мерседес элитного класса принадлежит местному бизнесмену, владельцу сети АЗС. За рулем обычно ездил его сын или персональный водитель семьи. Не увидев виновника аварии на месте, подумали, что он сбежал. Потом от полицейских узнали, что авто числится в угоне. А спортивные молодчики, которые прибыли на место аварии, пытались замести следы преступления. Видели, как вносили обувь от пострадавшего с пешеходного перехода. Люди видели, которые не просто боятся и молчат, никогда этого не скажут. Видели, когда снимали номера с машины. Военные блокировали авто, пока эксперты до конца не провели следственные действия. Только после этого отпустили машину на штрафплощадку. А вот в полиции, говорят, водитель никуда не сбегал. Ему стало плохо, и он вызвал скорую. Не подтвердилась информация и по угону авто. На момент приезда следовательной группы водитель находился на месте. В ходе оформления материалов пригоды также был на месте. Но ему стало зло. Была выкликана бригада медической помощи, лекарь которой поведомил, что в связи с высоким тиском его необходимо доставить до медического заклада. Виновнику аварии 35 лет. Эта цифра совпадает с возрастом персонального водителя семьи, говорят жители Чугоева. Был ли водитель пьян, станет известно после того, как будут готовы результаты экспертизы, говорят в полиции. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы. Анна Василенко, Игорь Новиков, агентство телевидения Новости. Харьковская областная прокуратура выявила более 40 случаев самозахвата земель госрезерва и запаса, по которым открыты уголовные производства. В селе Андреевка обнаружено несколько гектаров ничейных посевов пшеницы. Урожай с этих полей будет реализован, а доход перечислен в местные бюджеты, отмечают в прокуратуре. Бесхозная пшеница на Харьковщине. В селе Андреевка Кигичевского района обнаружили 4 гектара земли, урожай с которой оказался ничейным, отмечают в местной прокуратуре. Хозяин посевов так и не нашелся. В ходе досудебного расследования выяснилось, что данные поля относятся к землям государственного запаса, рассказывает руководитель Первомайской местной прокуратуры Владимир Говоруха. Участок не предоставлялся официально во временное пользование и не находится в частной собственности. Поэтому, уверяют в прокуратуре, засеяна она незаконна. Аналоги с нее в госбюджет не отчислялись. В ходе следствия не установили лиц, которые причастны к данному урожаю. Соответственно, по результатам расследования, нами было направлено письмо в территориальное подразделение государственной фискальной службы о том, что собственники данного урожая не установлены и необходимо принять соответствующие меры в пределах их компетенции о признании данного урожая безхозяйным имуществом с целью дальнейшего обращения, реализации обращения его в доход государства. Пшеница, собранная с бесхозной земли в селе Андреевка, будет временно храниться на складах одного из аграрных предприятий. Затем, подчеркивает в прокуратуре, урожая реализуют, а доход от его реализации поступит в местный бюджет. Фискальной службой и прокуратурой ведется расследование о выявлении людей, которые незаконно обрабляют эту земельную территорию. Я надеюсь, что тот доход, а это приблизительно будет где-то 40 тысяч гривен, он подойдет до местного бюджета. И эти деньги, я уже планировала, куда мы их вытратим. Потому что у нас, как и в каждой громаде, есть очень много невырешенных вопросов. В областной прокуратуре тем временем говорят о выявлении 46 фактов самозахвата земли госрезерва и госзапаса на Харьковщине, а это 5000 гектаров полей. В данный момент по всем случаям проводится проверка, открыт ряд уголовных производств. По статье «Самовольное занятие земельного участка», которым причинен вред ее законному владельцу. В разе, если по часу судового расследования установлена особа и ее деятельность задана держава шкода на сумму более 69 тысяч гривен, то особа несет криминальную ответственность. Если меньше, административную. В двух случаях особа также несет цивильную ответственность, шляхом шкодования шкоды задана самовольным занятиям земельной отделки. Большая часть земель, по которым проводится проверка о самовольном захвате, рассказывают в прокуратуре, засеяна подсолнечником, кукурузой и пшеницей. Лариса Говина, агентство телевидения новости. И далее в региональном выпуске вы увидите. Нет отдыха бойцам 92-й бригады и в тылу. Оттачивать навыки боевых действий ребята продолжают на полигоне под Харьковом. Как проходили масштабные учения. Был момент, когда мы утонули, заглохли и думали, ну все, машина набрала воды. Вытащились, завелись и поехали дальше, все нормально. Грязь интересная, хорошо, прикольно. Гонки по бездорожью под Харьковом самым стойким оказался ГАЗ-69. Теперь победители думают, как организовать поездку на международные соревнования. Что касается зонтиков, я очень долго искала их в интернете, бедала по магазинам, но в конце концов я купила их на рынке. Мы закрепили сначала веревочки и потом на них надели зонтики. Аллея летающих зонтиков теперь и в Харькове. Арт-инсталляция за неделю стала одним из популярнейших мест для фотосессий. Подробности через несколько секунд. Без отдыха даже в тылу. Бойцы 92-й механизированной бригады, которые два года держали оборону на Луганщине, продолжают воевать. Теперь на полигоне. Здесь военные используют и танки, и минометы, запрещенные в зоне АТО, минскими договоренностями. Масштабные учения под Харьковом будут длиться целые сутки. На полигоне рвутся мины, работает тяжёлое вооружение. После возвращения из зоны АТО прошёл всего месяц, но всё это время бойцы 92-й бригады каждый день тренируются на полигоне. В этот раз привлекли даже авиацию. Военный Л-39 из соседней авиационной бригады. Сегодня он исполняет роль вражеской авиации. Летит не выше 20 метров над землёй. Таким образом испытывают психологическую устойчивость зенитчиков, которые должны предупредить остальных о приближении врага с воздуха. Сразу после этого взрывы. По замыслу учений, это авиационные снаряды. После авианалёта начинается оборонный бой. Первыми отстреливаются танкисты. Александр Шевченко в армии всего год, но, говорит, танк освоил быстро. Наводчик пушки уверяет, врагу, хотя и условному, смог дать достойный отпор. Я скажу честно, куда я отстелился, туда я попадал. Один снаряд пишет в мемо, потому что, блин, там мешал брустер, она точно противилась, потому что он просто мешал. А так, то все, куда я отстелился, туда я попал. Огневую позицию танк меняет под прикрытием механизированных подразделений. Остальной взвод прикрывают миномётчики. Удары наносят по вражеским колоннам. Противнику в этом случае не позавидуешь, говорят военные. Первый! Первый! Передай установке! Миномётная батарея второго мехбата всегда стрелится на отлично. Отлично, я фраза, наверное. Ну, они тоже бойцы, будем говорить. Конечно, тяжело выстоять, когда на тебя насыпается 16-килогровая мина. Но мы это переживали, в общем-то. И, опять-таки, все зависит от обстреленности, подготовленности воинов. Боевую слаженность отрабатывают танкисты, зенитчики, разведчики, механизированные подразделения и подразделения обеспечения. В целом больше 150 человек и несколько десятков единиц техники. Учебные бои в окружении, обороне и наступлении продолжаются на всех 10 тысячах гектаров полигона. Видите, на горизонте такой лес. Вот за лесом там еще находятся подраздели артиллерии. Они также готовятся вести в огонь. Вот прямо от нас, видите, котел. Сзади нас находятся подраздели зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Вот они на буграх стоят. Учения рассчитаны на целый день, и даже после заката по плану – ночная контратака. А на следующей неделе бригада отправляется на общий войсковой полигон в другую область. Там запланированы еще более масштабные учения совместно с другими подразделениями вооруженных сил. Светлана Дашкевич, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости. Харьковские любители внедорожников подводят итоги соревнований Rainforest Challenge под Харьковом. Победители, получившие право бесплатно участвовать в международных соревнованиях в Малайзии, думают, как организовать поездку на престижную гонку, пока все традиционно упирается в средства. Три дня в экстремальных условиях. Болота, озера и грязь. Спецучастки разбросаны по лесу, о таких препятствиях любители бездорожья могут только мечтать. Не все автомобили, принимавшие участие в соревнованиях внедорожников Rainforest Challenge под Харьковом, выдержали нагрузки на пяти спецучастках. Автомобили ломались, их чинили и снова выводили на трассу. Самым стойким оказался ГАЗ-69. Правда, от ГАЗа в этом монстре теперь осталась только база. Всё остальное усовершенствовано умелыми руками джиперов с расчётом как раз на такие соревнования. Именно этот автомобиль и вывел свой экипаж на первое место. Сегодня победители вспоминают, были моменты, когда они не то что о победе не думали, но и сомневались, смогут ли продолжить гонку. Лопнул шланг гидроусилителя, причём лопнул так, что и повредило немножко крепёж рулевого. Слава богу, мы закончили взятие последнего спецучастка, и у нас было два часа до старта ночного, и мы успели вложиться в это время, сделали, восстановили и вовремя выехали. Один из самых сложных этапов соревнований – прохождение участка, который организаторы устроили в болоте. Нужно нырнуть, дальше развернуться на суше и выплыть обратно. И во время всех этих манипуляций не забыть о жёлтой ленте, её нельзя коснуться, иначе штраф. Был момент, когда мы утонули, заглохли, и думали, ну всё, машина набрала воды, вытащились, завелись, и поехали дальше, всё нормально. Грязь, грязь интересная, хорошо, прикольно. Вода, машину готовили так, чтобы она не боялась воды. Там уже, когда я понимал, что нужно лебедиться, и вода просто начинает затекать в заброды, где глубина просто уже практически по шею. И приходилось уже просто практически плыть, наверное, чтобы залебедиться за что-то и вытянуться на одной лебёдке. Сегодня экипаж газа получил свой главный приз – сертификат на бесплатное участие в международной гонке Rainforest Challenge, ежегодно проходящую в Малайдии. Но получится поехать или нет, пока неизвестно. Во-первых, на какой машине участвовать в гонках, стоит ли транспортировать свой автомобиль. Варианта два – либо это в контейнере через кораблём её туда везти, либо просто брать в аренду там уже машину, на месте. Есть такая возможность – просто арендовать уже готовленный там внедорожник, который специально сделан под эти джунгли-тропики, малазийские условия, так сказать. Это, наверное, был бы лучший вариант. Но цена довольно-таки высокая за эту аренду – порядка 5,5 тысяч долларов. Бюджет такой поездки выливается в круглую сумму. Победители харьковского этапа Rainforest Challenge надеются, что за пару месяцев им удастся найти спонсоров. Организаторы харьковской гонки анализируют свои недочёты и готовятся к проведению следующих соревнований. Добавим, наверное, количество трасс. Сейчас мы делали в первый день четыре трассы для каждой категории автомобилей. На следующий раз, я думаю, будем делать больше, потому что формат новый. Непонятно было, со сколько машин и как они будут проходить, эти спецучастки. Ну, в принципе, посмотрели, что довольно неплохо. У нас всё-таки в Украине высокий уровень профессионализма у спортсменов. И можно делать больше участков, то есть они будут более проходимы. В планах на сентябрь – проведение учебно-тренировочного сбора «Бурелом Трофи-2016». Галина Шподарева, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости. Аллея летающих зонтиков теперь и в центре города. Арт-инсталляция харьковчанки из трёх десятков зонтов пришлась по вкусу любителям пофотографироваться. И буквально за неделю превратилась в одно из самых посещаемых мест. Ещё в прошлом месяце этот переулок ничем не отличался от сотни других в Харькове. Но вот уже неделю здесь красуется яркая инсталляция из трёх десятков зонтиков, парящих на высоте три с половиной метра. Её автор Юлия Барбарян по специальности переводчик. Работает менеджером, но всегда чувствовала в себе творческую жилку. Идею столь креативного решения по облагораживанию города девушка позаимствовала в Европе во время путешествия в Грецию. Правда, в городе Салоники инсталляция была сделана исключительно из белых зонтиков, говорит Юля, но она решила добавить красок. Помочь вызвал сам муж Александр. А на воплощение задумки у супруга ушло всего лишь полдня. Гораздо больше хлопот доставила подготовка. Что касается зонтиков, я очень долго искала их в интернете, бедала по магазинам, но в конце концов я купила их на рынке. Как крепили это всё? Мы закрепили сначала верёвочки и потом на них надели зонтики. Я хотела добавить много красок, ярких красок в мой любимый город Харьков. Бывая в Европе, я подчеркнула очень много интересных идей, которые надеюсь реализовать в моём любимом городе. Аллея зонтиков – это мой первый вклад в наш активно развивающийся город Харьков. Свою аллею Юля планирует украсть ещё гирляндами, чтобы инсталляция смотрелась эффектно и ночью. За неделю своего существования это место уже привлекло внимание харьковчан и гостей города. Ежедневно здесь фотографируется более 200 человек, устраивают целые романтические фотосессии, уверяет девушка. Несколько часов назад Игорь и Юля зарегистрировали брак, а из ЗАГСа отправились делать первые фото для семейного альбома. Мы просто поднимались на парк Горького и увидели яркие зонтики. Поэтому по обратному пути решили заехать. Как новенькое что-то чистое, открыть для себя. Думаю, что у нас отличный фотограф, который сделает обладенные фотографии. Я думаю, что это будет очень интересно, ярко. Думаю, что очень будет красиво. Это место обязательно станет популярной достопримечательностью города, уверяет Юлия Барбарян и уже раздумывает над новыми идеями по украшению родного Харькова. Но пока хранит их в секрете. Виллиан Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. И о погоде. На выходных в Украине станет еще жарче. Как сообщают синоптики, погоды в эти дни будут определять сухие воздушные массы. Дожди ожидаются только в воскресенье, местами в западных и северных областях страны. Ночью в субботу будет от 15 до 20. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 32-38. В воскресенье ночь станет еще теплее, до плюс 23. Дневная температура составит 31-35 градусов тепла. В Харькове ясная погода продлится до понедельника. Выходные будут солнечными и теплыми. В субботу, 6 августа ночью от 20 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 33. В воскресенье, 7 августа, ночная температура останется без изменений. А вот днем станет еще теплее. Ожидается до 34 градусов тепла. На этом у меня все. Такой была пятница, 5 августа. Глазами журналистов АТН. Больше новостей на нашем сайте. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и удачных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok